Мужики на вахте, на вахте дежурят, когда чужая жена будет проходить мимо. Вы помните, при Любодеи царствие Божие не наследует. Поэтому мы находимся в этой щадрулетке, чтобы показать, что Содом и Гоморра будут выжжены огнем Божьим. Мы показываем людям, спрашиваем, читал ты или нет эту книгу? Только без руганий, чтобы ни одного слова худого не говорили. Согласны? Давай, давай, давай. Мы свидетельствуем людям о близком пришествии Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И вот это вес-то мрака тьмы и заблуждения, в щадрулетку, Господь послал нас, чтобы возвестить истину. Вот я спрашиваю, а кто изобрел эту рулетку-то? Ни один не мог ответить. Я говорю, мальчишка, 17-летний, Андрей Терновский. Он говорит, у меня одни двойки были. Я понял, экзамены не сдать, надо что-то придумывать. И придумал вот это место блудное. Всю пену со всего мира собрали. Все зловоние. И сидят мужики голые, половина голая. А из них процентов 80 со всех мусульмане. Самые развращенные люди. Кто развращенный? Мусульмане? Кто? Незаконную жену имеют. Прелюбодей. Царствие Божие не наследует. А они мусульмане, да, самые развращенные люди? Ну, они это, им официально четыре жены нужные. Я говорю, вам четыре жены, и за каждую колым платить. А тут 44 даром и голые. Вот вы тут и сбились, а южные жеребцы на наших кобылах кататься. Что интересно, нигде такого не увидишь, чтобы вот перед экраном ели и пили. Непрерывно едят и пьют. Что-нибудь, ну, можно не сделать. Я одновременно вел занятия в пяти университетах. И никогда не позволял поставить кружку или стакан там что-то, что пить. Как-то перед народом я бы хлюпал стоял. Если люди не верят в Бога, они вообще ненужные люди. Они не знают, для чего они живут. А чем тогда отличаются от таракана, от блохи? А живой человек, он подобен по образу Божию, свободой обладающий, разрешающий добро и зло, ощущающий совесть от всякой нечистоты. Я когда говорю здесь, а тут мусульмане, это я показываю Библию. Нет, мы мусульмане. Я говорю, может, эта книга у вас главная? Ну да. Я говорю, что читай? Коран. Я говорю, а здесь что читай? Не может, тут баран. Вы такие же, как мы? У нас православные тоже ничего не понимают. Церковно-славянский язык стоят, как столбы. Погрежи обратно в другую сторону. Повторите. В другую сторону погрежи обратно. На 260 человек мусульмане ни один не прочитал. Один что-то мякал, мякал. Я говорю, я посторонний человек. У меня 38 книг вышло, а одну я посвятил Корану. По сурам аятам разбираю, сравнение с Библией. И что о мусульманах было сказано за 1300 лет. И что они и говорили. Я могу сказать, за сколько часов можно прочитать Коран, если по одному часу в день. А сколько? 16,5 дней. А Библию, чтобы прочитать, нужно 90 дней. Вы можете зайти на наш Ютуб-канал Во свете Библии. Огромный канал. Во свете Библии. Зайдите. А вам что, Калит? А как вы думаете? Блэк, 50. Правильно. Через 4 дня мне будет ровно 80. Правильно. Вот если вы зайдете на наш Ютуб Во свете Библии Игнатий Лапкин Вы найдете то там, что еще нигде больше нету. У нас 15 550 роликов. Роликов наших, не чужих. Роликов? Да, 15 550. Зарядите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Всю жизнь снимаете, да? Всю жизнь снимаю. Да не всю жизнь, а 9 лет. Там вы найдете все. Наша поездка миссионерская по стране из Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. Я везде дарил 38 моих книг. Подарили подарок на 35 миллионов рублей. А в Дагестане? А? А в Дагестане ездили? Конечно. В Дагестане мы были. Нас там в библиотеке мужчина принял. Мы попросили у него разрешения. Я говорю, мы поднимались, когда на второй этаж. Там стрелка, комната для намаза. Можно открыть? Он говорит, вопросов нет. Он позвонил, мы вышли оттуда и зашли. Разулись. Один у нас снимал, а у нас трое. А двое молились. Попросили мира Дагестану. Там тревожная обстановка в этот день была. Я впервые увидел на улицах не автоматчиков, а вместе с ними снайперов. Больше нигде не видели. Говорили, вот мы поехали от Владивостока до Лиссабона. 650 городов и сел. Представь себе, больших районных центров. Только в Чечню не ездить. Там только головы режут. Мы были там, кажется, три раза, и никто головы не резал. Очень приветливые люди. Я получил благодарность от Рамзана Ахматовича Кадырова. Да, я говорю, у вас намаз пять раз, а у нас семь раз. Вот это сотница. Сто поклонов после Трисвятоя. Мы встречались с мусульманами везде. Ночевали в доме мулы. Мулы. И ходили в мещечь. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Мы везде свидетельствовали, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. А мы, говорит, признаем Иса пророк. Он пророк. Но кроме этого, он второе лицо Троицы. Мы много беседовали там. Вы в пророку Мухаммада уверен? Поэтому что? Ну, зачем это? Ваша книга, ваш руководитель, я не проповедую Коран, Евангелие, написано Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Все, дальше. Евангелие Атиана, 3, 36, написано. Верующим Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующим Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я проповеду Евангелие. А это, вы уверенете в гнев? Как уверен? Вы уверенете, говорю, или нет? Что пара Мухаммада говорит? Ну, как, я верующий? Я верю каждому слову в Библии написанном. Потому что Господь сказал, я бодрствую над словом моим. Ни одной... Сказал Господь, говорит, ни одна йота, черта, то есть черточка даже, не исчезнет. Дороже неба и земли Бог оценил. Мы много беседовали, ну, представьте, прошли 120 тысяч километров. Это же они три раза по акватору обошли земной шар с проповедью. И нам много встречалось мусульман. И ни разу нигде не было, чтобы они нам какое-то зло причинили или что-то. Они помогали. Они приглашали к себе. Даже в магазине нас они завели, даром сыр нарезали, хлеба, помидоров и деньги не взяли. Вот так. У нас самое хорошее воспоминание. Мы шесть мусульманских республик и Турцию прошли. И везде, в библиотеках я оставлял полный комплект книг. А полный комплект 38 книг это 750 евро. 650 раз мы оставили по 38 книг. На 35 миллионов рублей подарок сделали. Такую поездку нельзя совершить. Во-первых, ни у кого такого сокровища нет. Я автор. Не просто. Я автор этих книг. 38 томов. Поэтому нас и принимали так. И один том посвящен целиком мусульманству. Вот сейчас когда узнали люди «А вы пиаритесь!» Я говорю «Что это такое?» Знаешь вот, я у Путина просил разрешения проехать в ИГИЛ, которые бомбили в Сирии, чтобы через Турецкую с той стороны границу перейти. А зачем? Зачем среди них быть? Так они не разрешают проповедовать, а я и не буду без их разрешения. А для чего тогда молиться буду? Там, где бомбят. Я знаю силу молитвы. Мне жалко. Там у них ИГИЛ, молодые ребята погибают от всего мира. Ну, бомбят. А у этих-то ничего нету. Ни одного самолета. Мне жалко всех. И мне пришла благодарность от Министерства иностранных дел России. Но пропустить не пропустили. Хотя мы прошли Шенгенская зона Прибалтику в Скандинавию, всю Европу и Турцию. А туда не пустили. Я знал, что оттуда не вернусь. И шел на это. Вот если у вас будет желание найти по скайпу побеседовать, просто Игнатий Лапкин запишите. Я один на весь интернет с этой фамилией, именем. Вот после 10 октября я там уже буду. Я тогда все ресурсы скинул. Наш форум, YouTube, Mail.ru Как еще раз напишите, пожалуйста, в чате? Как? В чате напишите, пожалуйста. Сейчас что? В чате напишите, пожалуйста. Написать? Нет, у меня тут такая городушка над Петром. Нет. Вы зарядите нас во свете Библии Игнатий Лапкин. И вы можете увидеть нашу беседу уже завтра. Вы беседу записываете? У нас все записывается. Вы хорошие ребята, не ругались, ничего, вели себя очень воздержанно, и вам самим будет приятно посмотреть. Да, слушаю. Да, вы только не брейтесь. Это подкаблучники и садомиты этим балуются. У человека должна быть борода. Борода, Бог дал ей. Две мамы в одном доме это много. Знаете, спорит тот, кто ничего не знает, а кто знает, он возвещает истину. Ну, если у вас вопросов нету, будем прощаться. Да, давайте. Всего хорошего вам, с Богом. Спасибо.